Как ты себя чувствуешь после очередной победы? Понимаешь, стать в третий раз абсолютным чемпионом — это непередаваемое ощущение, во-первых. Целый год титул у тебя в руках. Ощущение хорошее. Офигительно. Круче, чем в прошлом году, когда ты не выступал? Ну да, если так взять. Честно говоря, в этом году народу мало было. Об этом чуть-чуть попозже поговорим. Другой вопрос. Я знаю, что ты раньше занимался тэквондо и кикбоксингом. Что повлияло на то, чтобы ты перешел именно в этот вид спорта? Это уже началось со времен школы. Я в девятом классе учился. Я был худым, честно говоря. Вот там потом разные журналы выходили. Помнишь, как там «Масловый фитнес», «Геркулес» был, российские журналы. И после этого, короче, я там перелистал, там фото вот этих было. Это «Звезды 90-е», грубо говоря. «Звезды 90-е», ну, кроме Кулина. Я вот смотрел, я думал, что вот это нереально, да, вот можно ли, допустим, стать таким. И я, короче, бросил всё вот это, там, кикбокс. Я и борьбой занимался. Я всё это бросил и начал заниматься как бы, там, утурник, там, брусья, вот эти, там, эти вещи. И ходил, в подвалах качался. Ну, в то время я вообще ничего не соображал, ничего не знал. Когда в подвалах таких залах не было, там были вот эти штанги, не знаю, ты помнишь, нет, там, от поезда рельсы. Да, от рельсы делали, там, всякую железяку. Одна сторона тяжелее другой. Делали, допустим, один подход десять раз с этой стороны и разворачивали штанги, и ещё раз делали с этой стороны. Ну, что потом... Какой-то талант был. Да, чтобы потом криво, одна рука не оставила, а другой. И вот так, из тех времён, вот так не профессионально, так правда, я мог, допустим, в день тренироваться шесть часов. Я вообще тогда ничего не знал о питании, допустим, да. Я мог, допустим, тренироваться на сто процентов, а питаться, там, допустим, на пять, на десять процентов. Я ходил домой, допустим, там, кушал, там, может быть, там, жидкое, там, что-нибудь, да. Борщ, допустим, или там... Лак-суп. Ну, короче, суп, короче, вот эти. Потом уже со временем уже школу закончил, там поступил в университет. Потом уже с 2006-2006, 2007 года, 2006, начал ходить в спортзал. В какой? Где тэквондо-центр, там, зал элит ещё был. О, где ВФЦентр. Да, где ВФЦентр. Там я ходил, тренировался где-то, сейчас скажу, если не соврать, где-то год потренировался. Потом там один тренер был, он, короче, ушёл с работы. И старший тренер, там, Акио Зот был. И он мне предложил, говорит, хай, твое тело там более-менее стало. Если хочешь, можешь там поработать тренером. Угу. И, короче, после вот этого мне пошло, как бы, идёт первая ступень, как говорится. Ну, и к спортивной карьере, допустим. И, там, более-менее строить свое тело на профессиональном уровне. Вот тогда у нас федерации ещё не было. Ну, окей, смотри, вот в тот момент, когда тебя заметил тренер, у тебя уже была своя программа, и ты уже по ней тренировался, или ты откуда-то изучал это всё? Я изучал, там уже в то время вот эти диски выходили, там, с записям, там… DVD-диски. DVD-диски, там, там, «Качай железо», там, с этим Сорнём Шварценеггером. И оттуда, там, что-то, там, совмещал, допустим, там, какие-то мышцы, там, большие, там, с маленькими, там, или, там, что-то, допустим, не нравилось. И то же самое, там, потом ходил, там, узнавал, там, спрашивал, что, как, как тренироваться, как потом с питанием. И после этого, вот, у меня уже пошло, как бы, идёт карьера, там, спортсмена, получается. То есть, на тот момент, грубо говоря, у тебя не было наставника, тренера, то есть, ты абсолютно сам? Если так сказать, с нуля я сам начал. Ну, как бы сказать, наставника у меня не было до 2109-го года, когда уже там, федерация уже создалась, там, бутни-бутни, пауэрлифтинг, фитнеса. Угу. Тогда был у нас наш президент Олим Мазаров, а вице-президентом был Олим Парпиев. У Акельма, там, у него, собственно, зал был, где на 82-м, 54-м до школы. Угу. Потом он начал туда ходить. И уже начал по его программе заниматься, там, план тренировки, по плану питания, там, тоже у него расспрашивал. Угу. И после этого, получается, как он был и моим личным тренером, и моим наставником. Когда вот ты уже начал вникать, да, то есть, ты начал понимать то, что есть такой вид спорта, и нужно к нему готовиться. Ты понимал то, что это слишком затратный спорт? Ну, поначалу, знаешь как, поначалу я к этому подходил, как бы, любить. Вот, полюбить. Чистил для себя. Да, чистил для себя. Я там подумал, может, там пару раз выйду, там, для себя чисто повыступать. Потом смотрю, уже что-то началось нравиться. Маня тебя, да? Маня, ты уже как магнит, понимаешь? Вот, первый шаг сделал, потом уже с заднего хода уже трудно, понимаешь? Да. Сколько я помню. Да. Ты первый, это республиканский. Республиканский. В 2010-м это второй, и в 2011-м ты стал первым. В 2009-й год, это был первый чемпионат, потом в 2010-м году у нас прошел турнир. Это в Ригаре было. Потом через несколько месяцев опять состоялся чемпионат республики. В 2010-м году. В 3-й раз я стал уже первым в своей категории, до 70-ти килограмм. То есть 70-ти. Ну, ты уже понимал то, что этот спорт, он затратный и нужно очень много усилий. Получился год за годом, потом я начал уже проигрывать. Потом я начал понимать то, что у меня уже идет слабая подготовка. Это уже, ну, соответственно, связано с моим питанием. Угу. Я уже начал понимать то, что где-то я что-то делаю не то. Или там, допустим, в основном у нас как идет там белки, углеводы, там жиры. Потом я уже начал отдельно изучать свой организм. Как бы что для меня идет, что там где-то что-то надо поменять. Потом с 2013-го года у меня тело, за год у меня тело полностью изменилось. Ну, соответственно, уже расход тоже увеличился. Сейчас ты являешься трехкратным чемпионом республики. Абсолютно. Абсолютным чемпионом. Да, правда, были, ну, пауза была у тебя там в карьере, да, но это не имеет значения. Потому что чемпион, он есть или его нет. Как ты думаешь, вот эти затраты, да, вот, морально, физически, финансово, которые ты вот вкладывал, это стоит того? Есть такая цитата, чтобы выиграть сначала надо проиграть. Здесь есть разные нюансы. То, что я вложил в себя, это никогда не окупится, понимаешь? Ну, допустим, я в 2016-м году, я потратил на свое тело где-то в пределах двадцати тысяч сама. Это, получается, ну, в то время по курсам нашим будет где-то две с половиной тысячи долларов. Ну, получил я, соответственно, ту же сумму, ну, там по-любому, где-то я у кого-то задолжал. Получается, я просто взял и просто вот так отдал. Ничего себе, допустим, у меня ничего не осталось. Я просто вот тупо выступил, занял там первое место, там, да, я согласен, там, радость, там, допустим, звание. Эмоции, эмоции, все. Но призовой фонд не соответствует тому, что ты потратил. Что я потратил, да. Вот в этом году то же самое. Я где-то потратил в пределах пятнадцать тысяч сама. Ну, там, получил в этом году пять тысяч. Соответственно, это не покрывает те мои расходы, которые я хотел, допустим. Ну, по-любому. Ну, в этом году это уже было, как бы, дело чести, чисто из-за принципа, понимаешь? Насколько ты доволен выступлением в этом году? Вот я тебе честно скажу, в этом году я очень недоволен. Своё выступление? Своим выступлением. Потому что, ну, как тебе сказать, во-первых, конкурентов не было. Многие те атлеты думают, вот, которые не вышли на сцену, да, допустим, они сейчас могут подумать то, что вот, я, допустим, не вышел, вот, он вышел, он выиграл. Вот эта ситуация чуть-чуть недоволен, понимаешь? Угу. Ну, и недоволен тем, что у нас, получается, год за годом ребят становятся все меньше и меньше. Об этом мы тоже чуть-чуть попозже поговорим. Насколько я понял, мы сейчас говорим о ролике, который лично я снимал с другим атлетом в прошлом году, и где было сказано то, что чемпион вызывает других, бывших чемпионов посоревноваться. То есть, ну, ты сейчас имеешь в виду тех атлетов, которые говорили громкие слова и не вышли на сцену. Я прав? Это тоже есть, ну, кроме, допустим, кроме вот этих атлетов есть и, допустим, другие, другие ребята, которые до сих пор там выступают. Ну, буквально недавно, в апреле месяце у нас был чемпионат города. Ну, где я вышел, выступал там, ну, получается, буквально без подготовки. Угу. Я занял в своей катего третье место. До 80-ти, да, насколько это? До 75-ти. До 75-ти. Да. Хорошо, давай назовем хотя бы троих атлетов, которых ты бы хотел в этом году увидеть рядом с собой на сцене. Ну, смотри, получается, вот Рамши Абейбов, он тоже очень хороший. Согласен, он тоже достойный, достойный соперник. Из Худжана двоих, двое там есть, Улурбек и Амразмельчевич. Он выступал до 85-ти килограмм. Улурбек выступал свыше 90-ти. Уже троих конкурентов не было, получается. Угу. Так, ну, кто еще у нас? Улурбек, он уже давно не выступает. То есть ты бы был бы доволен, если бы они были рядом и посоревновали? Если бы, допустим, были вот эти соперники, я бы не говорил, что, может быть, я выиграл бы всех их. Дело в том, что вот именно такого азарта, который я хотел, такого не было в этом году. Понимаешь? Вот чтобы чисто выйти с азартом, задать жару, допустим, на сцене, да? И чтобы и публика была довольна. Получается, такого кайфа в этом году я не получил. Не получил? Но это тебя не останавливает, и ты будешь выступать в будущем? В будущем я буду выступать, дай бог. Но я уже хочу выступать за предел страны. Вот давай теперь вернемся к тому, что как ты думаешь, вот чисто твое мнение, почему с каждым годом атлетов становится все меньше и меньше. Хотя в этом году я заметил, что интерес к такому виду, к такому соревнованию становится больше. То есть партнеры и как бы люди, которые хотят поддержать этот вид спорта, их становится больше. Вот как ты думаешь, почему атлетов становится меньше? Вот чисто мое мнение, это чисто мое мнение. Во-первых, сейчас получается у многих атлетов, и как у меня, в основном идут большие затраты, большие расходы. Во-первых. А во-вторых, некоторые атлеты, которые выступают, они, допустим, привыкли занимать первые места, и когда они начинают проигрывать, у них как бы получается исчезает как бы желание выступать, понимаешь? Они все валят на судей. Допустим, лично мое мнение, они, может быть, там где-то, допустим, судят, там где-то, может быть, ошибки, допустим. Я не сужу никого, понимаешь? Потому что я вот, я начинаю замечать то, что вот наши атлеты, которые выступают, они год за годом, они не прогрессируют, понимаешь? Есть такие люди, которые выступают уже девятый год, они выглядят как 9 лет назад, до сих пор они выглядят так же, ничего не изменилось. А в чем проблема? Вот как ты думаешь? Ну, проблема, знаешь, в чем? В основном они делают, как им нравится, они не любят со стороны слушать, понимаешь? Когда им начинаешь говорить, мужик, допустим, вот здесь у тебя что-то отстает, допустим, или там поменяют там в плане питания там что-нибудь другое, допустим, да, они обижаются. Были случаи? Да, были такие случаи, они вот тупо обижаются, они думают то, что они знают лучше, допустим, лучше меня, лучше всех, лучше всех других, и это их задевает, понимаешь? Мы сейчас говорим о топовых атлетах, да, которые выступают в бассейне, правильно? Один из случаев расскажешь? Ну, допустим, вот Суругофурух, Равшамовуидов, они очень хорошие, они выходят на сцену, допустим, они, да, вот сухие эти, но по-любому у них с пропорцией проблем, понимаешь? Они сушатся, да, у них, допустим, релеев там все видно, все выходит, но объем мышц, плотность мышц и с метро не совпадает, понимаешь, с пропорциями. За счет вот этого они проигрывают. Ну, вот, допустим, почему я прогрессирую? Потому что работаю над своим ошибками, понимаешь? Вот год за годом, вот каждый человек, который я провожу, я постоянно ставлю, допустим, дома видео, да, я смотрю внимательно. К тем, что у меня не то. Допустим, я смотрю на видео, я вижу свои недостатки, я говорю, блин, вот, допустим, вот здесь надо что-то поменять или здесь, допустим, надо чуть-чуть увеличить, здесь надо чуть-чуть убрать, потом уже будет офигенно. Это, допустим, я понимаю, а другим, допустим, другим ребятам, друзьям показывают, говорю, вот здесь вот здесь не то, они говорят, ака, если вот это ты считаешь не идеально, хотя мы думаем, что лучше вот этого нету, то, говорят, я уже не знаю, там, допустим, что у тебя там есть. Я говорю, для меня, допустим, да, я вышел, допустим, выиграл, но по-любому я недоволен, понимаешь? И это будет до конца жизни, даже если я буду весить 100 килограмм в сухом виде, я по-любому буду недоволен. Потому что ты больше стараешься прогрессировать и занять в себе. То есть это основная ошибка наших атлетов? Основная ошибка наших атлетов, они не работают над своим минусом, понимаешь? Они год за годом делают ту же фигню, начинают проигрывать потом, и они обижаются на суде, обижаются на окружающих. Типа их подсудили там. Я не знаю, может быть, там где-то что-то, допустим, судья может быть, допустим, ошибся там где-то. Но по альбому одним голосованием или одним словом судей ничего не изменится, понимаешь? Согласен. Потому что там пять судей. Допустим, если один не дал, там, допустим, или второй отказал, вот там еще три есть. Если три согласились, то ты выиграл. Есть, допустим, такие случаи, что четыре тебе дают отказ, один дает тебе плюс, допустим. Четыре минуса, один плюс. Ты по альбому проиграешь. Ты должен до такой степени подготовиться, выйти на сцену, чтобы судья вот так посмотрел, сказал, все, уже видно. Да. Нету что-то там сравнено, допустим. Или там где-то, допустим, какие-то там минусы, какие-то ошибки. Минус есть у всех. У меня, допустим, минус есть. У всех бывших топовых атлетов, которые раньше выступали, там, вот эти наши чемпионы. Я не буду говорить бывшие чемпионы. Вот наши чемпионы, которые выступали раньше. У всех их есть, там, минусы, там, допустим, плюсы есть. Но надо стараться делать так, чтобы плюсы были больше, чем минусы. За весь период существования бодибилдинга в Таджикистане, кто является лучшим атлетом, по-твоему? Ну, лучшие. Как тебе сказать? Прямо? Да, конечно. У тебя есть возможность похвалить сам себя. Сам себя не похвалишь, никто не похвалит. Ну, лучший был Азиз. Даже до сих пор? Ну, я бы не сказал, что до сих пор. При его весе, он, по последнему выступлению, он весил 97, не ошибаюсь, 93 килограмма. Но он был сухой. 94? 94, где-то вот так при делах было. Но он был сухой такой. С пропорцией. Ну, с пропорцией, да. Но, после него не соврать, в 2013 году Хуршетт стал поле бы абсолютным чемпионом. В 2014 году я встал. Но, я считаю, что до сих пор, это чисто мое мнение, я не буду себя хвалить. Насчет пропорции, насчет симметрии, насчет позирования. Ни равных нет. В общем, как ты думаешь, чего не хватает у нас в стране именно в бодибилдинге? В бодибилдинге не хватает средств, понимаешь? В основном у нас идет, если не ошибаться, 100% затраты денежных. Для атлета, который более-менее выглядит нормально, за весь сезон, за его подготовку, сколько ему нужно денег, чтобы он выступил? Как тебе сказать, ну, все-таки, еще раз, это зависит от его весовой категории. Чем атлет весит больше, тем у него расходов будет, тем не менее, ну, соответственно, больше. Если, допустим, он весит 80 кг, и он будет выступать, допустим, до 70 кг, там, допустим, скидать 10 кг, но для этого не так уж идет. В среднем, ну, допустим, я сейчас свой расход скажу. Если подготовлюсь на 60-70%, не будем говорить на 100%, на 60-70%, это будет где-то в пределах 3000 долларов, понимаешь? Для Таджикистана это очень большие деньги, это очень большие деньги. Причем это идет, допустим, не за один год подготовки, вот именно за где-то 4-5 месяцев до турнира. Я сейчас имею в виду, допустим, вот сентябрь, у нас закончился чемпионат. И до следующего года. До следующего чемпионата. Там в пределах, может, там, 5-6 тысяч долларов. Что бы ты изменил в процессе работы в федерации, если, допустим, ты бы был один из, грубо говоря, членов федерации? В принципе, что можно там изменить? В основном, вот я, допустим, смотрю на нашего президента федерации, да, там, Олима Парпиева. Честно говоря, мне иногда становится обидно, понимаешь? Именно за федерацию или за Олима Парпиева? Именно за федерацию и за Олима Парпиева. Почему? Вот как мужчина, да, допустим, он старается, он бедно вот перед соревнованием, допустим, или там куда-нибудь, допустим, отправить, он бедно не знает, куда пойти, понимаешь? Кому пойти? Чтобы была какая-то помощь, да? Хотя бы, чтобы была какая-то помощь, допустим. Или там хотя бы на чемпионат, допустим, вот у нас, получается, в год три чемпионата, да? Это идет чемпионат республики, который проходит у нас, чемпионат Азии и чемпионат мира. Мы сейчас говорим только о бодибилдинге, но там есть еще и пауэрлифтинг, есть мейсфизик, который в этом году добавили. В этом году добавили, да. Там есть и пауэрлифтинг. Теперь смотри, получается, в любую страну просто поехать, там чисто на дорогу где-то, ну, там дорога плюс-минус с проживанием там на неделю, идет почти две тысячи долларов, понимаешь? Это кроме подготовки. Чтоб поехать, остановиться. Чтоб чисто поехать и остановиться, и там без, допустим, там в карманах расходов, и там без подготовки, допустим, чисто идет две тысячи долларов. Смотри, вот, допустим, есть федерации, да, есть, допустим, люди, которые несут ответственность за какие-то, грубо говоря, мероприятия, да, чемпионат, не чемпионат. Чтобы они, вот, я почему у тебя спрашиваю, потому что ты не раз был в других странах, ты видишь, что там творится, как, на каком уровне это все, как бы, проводится. Вот, и хотелось бы узнать чисто твое мнение, да, допустим, если бы ты был в федерации, что бы ты изменил, чтобы это было иначе. В основном идет, смотри, у нас, как мы говорили, опять-таки проблема со спонсором. Ну, спорткомитет, то, что не помогает, это из-за того, что у нас как бы идет не олимпийский вид спорта, да? Ага. Ага. Из-за этого помощи практически нет. Потом приходится там каких-нибудь там бизнесменов там привлечь, допустим, да? Ага. Потому что вот в других странах, вот, где я ездил, там они, у них команда, понимаешь? Угу. Угу. У них то же самое там, ну, может быть, где-то какая-то федерация поддерживает, но, опять-таки, у них более развито, понимаешь? Вот этот бодибилдинг более развито, чем у нас. Согласен. Вот для того, чтобы ее развивать можно? Развивать надо средства. Угу. А у нас этого нету. Наших бизнесменов если привлечь, им это неинтересно. На одного спортсмена, некоторым просто, бизнесменам просто жаль. Вот чисто вот пятьсот баксов отдать, там на билет, допустим, или там на питание, им жаль. У них нету денег, вот для спортсменов у них денег нету. А там чисто пойти там покушать в дорогих ресторанах, я их не обсуждаю, да, это я, это их личное дело. Потому что их никто, допустим, не вынуждает, допустим, спонсировать, да. Угу. А вот чисто для, чтобы, вот не именно бодибилдинг, да, вот любой вид спорта, чтобы не умер, понимаешь? Угу. Вот сейчас, допустим, закроется там федерация бодибилдинга, все. Ну вот отсюда следующий вопрос. Как ты думаешь, что будет в следующем году? Вот на каком уровне будет проводить соревнование, если в этом году участников, грубо говоря, на соревнованиях было чуть больше десяти человек? Вот чисто мое мнение, я думаю, что на следующий год уже людей будет чуть много в категории менсфизик. Он более как бы новый, да, там за счет чего людей будет много, потому что там не надо качать ноги, понимаешь? Там у них более эстетичная там фигура, там, ну, телосложение. И расходов там мало. А на бодибилдинг, я думаю, то, что в следующий год, по-моему, тоже народу мало. Вроде бы партнеры, спонсоры есть, но мы говорили о том, что финансовой поддержки не хватает. Так почему же вот ребята, да, вот их вот с каждым гоном, да, если посмотреть 3-4 года назад, ну, где мы с тобой вместе выступали, до 80 кило в моей категории мы выступали 15 человек на отборочной, из которых всего 4 вышли на финал. Тогда на баннере, который сзади нас стоял, максимум было 2-3 спонсора и 5-0. Вроде бы народу больше было. Как ты думаешь, почему так происходит? Это чисто твое мнение и это очень важно. Понимаешь, я думаю, что наши спортсмены уже как бы разочаровались там в чем-то, понимаешь? Или им уже надоело выступать. Или они уже, допустим, ну, у всех, получается, разные эти, да, вот, ситуации, нюансы. У кого-то, допустим, проблема, ну, там, семейная проблема, кто-то, допустим, уезжает за пределы страны. Ну, от этого никто не застрахован. Согласен. Есть такие моменты. Но в основном, кого не спросишь, допустим, вот кто не вышел, ну, бывает, там, на улице видишь, говоришь, мужик что там там, ну, тебя не видно было. Я говорю, я устал. Мне уже не интересно говорить. Причины, я же тебе говорю, причины разные бывают. У кого-то, допустим, средств не хватает. Да, я согласен, допустим, где-то находят там спонсоров, спонсоров находят для награждения, понимаешь, для призового фонда. Находят спонсоров, да, с трудом находят. Но атлет, атлета должен готовиться. Понимаешь? Согласен. Он бедный, некоторый хайп. Вот те, кто работает тренером, допустим, вот в спортзалах, да, вот я, допустим, там многие наши атлеты, им чуть-чуть легче. Потому что они работают, допустим, там, у них, допустим, есть там персональные ученики, клиенты, которые, там, допустим, каждый месяц и ежемесячно платят, там, деньги за, допустим, нормальную персональную тренировку. За счет вот этих они, допустим, накапливают и готовятся. А есть люди, которые вообще не работают. Студенты, допустим, среди нас есть такие, допустим. Есть даже некоторые, которые еще в школе учатся. Допустим, там, 10-й, 11-й класс. Ему откуда? Скажешь, сейчас он дома, я хочу там выступать. Мне надо, допустим, каждый день по килограмму мяса кушать. Окей. Последний вопрос. Как ты думаешь, есть будущее бодибилдинга в Тачкисане? Я надеюсь, что это будет. Я надеюсь, что будущее бодибилдинга будет, дай бог. Как говорится, доживем до этого времени, посмотрим. Я думаю, что, ну, в следующий год я буду уже сидеть, там, все действие коллеги там. То есть ты не будешь выступать в следующий год? Здесь я уже не хочу выступать, честно говоря. Потому что я говорю, то же самое, я по уши влез в долгах. Я сейчас полностью в долгах, получается. У этого взял, у этого попросил, у этого попрощайничал. Я вот не стесняюсь, я вот прямо говорю. У этого в долг брешь, у того там бросишь, у этого там, короче, гардонахамны к ней. А как? Боже, там помоги, допустим, там мясо купить или там протеин купить. На аминокислоты не хватает. Это стоит того? Вот это, честно говоря, вот когда, когда выходишь на сцену, вот самый, самый кайф. Вот почему я выхожу на сцену? До выхода на сцену я ненавижу все вокруг. Я ненавижу себя, ненавижу, допустим, своих домашних бывает. Вот оба, оба, да? Вот даже иногда бывает, я срываюсь на жену, допустим, на детей. Но потом я об этом жалею, потому что это того не стоит. То, что моя подготовка и мой стресс, это моя проблема. Это не их проблема. Они не виноваты в этом. Но когда я выхожу на сцену, допустим, я выступаю, и в зале, допустим, сидит мой сын там, мой отец, вот один их взгляд и то, что они делают вот так, это ни с чем не сравнится, понимаешь? Я могу, допустим, еще 10 тысяч долларов потратить и вот это ощущение еще раз испытать, понимаешь? Вот самый кайф вот в этом, вот в этот момент ты забываешь все, про свои все вот эти расходы, допустим, стрессы вот эти, да? И про вот это все ты забываешь. А что сказал отец после чемпионата? Ну, как всегда, с каждым годом он говорит, ну что, хватит? Может, хватит, говори, бедная моя мама. За день до соревнований просто на мою рожу невозможно посмотреть, понимаешь? Вот хожу как зомби, вот как будто вот сейчас я упаду или в обморок упаду, да? То, что начинаешь там ограничивать воду, допустим, углеводы вот эти, то, что сахар, ну, глюкозы не хватает для мозга, да? И ты начинаешь что пить, а они тебе задают вопрос, и через стримит отвечаешь. В конце мы задаем блиц вопросы, которыми я называю детектором. Вопросы будут такие вот коротенькие, сравнительные, может быть, а ты можешь отвечать быстро, но не обязательно коротко. Спортивные добавки или натуральная еда? Ну, я, в принципе, за натуральную еду. Все. Если бы у тебя был выбор, где бы ты хотел подготовиться к следующему соревнованию? Я бы хотел подготовиться в России. Почему? Там преимуществ больше, шансов больше, то, что насчет спонсорства, насчет расходов уже, как бы, получается, будет меньше. Ну, соответственно, там спонсоров больше можно найти, чем у нас здесь, в Таджикистане. При подготовке какое качество тебе мешает? Моя работа. Смотри, вот сейчас будет такое вот сравнение. Если бы тебе предложили стать мистером Олимп, для тех, кто не знает, что такое мистер Олимп, это самый высокий титул, который есть во всем вот в этом федерации, в гудсбильдинге, в пауэрлифтинге, везде. Если бы тебе предложили стать мистером Олимп, но ты рискуешь своей жизнью, что бы ты выбрал? Здоровье или мистер Олимп? Я бы выбрал здоровье, понимаешь? К черту мистер Олимп! Скажут, мужик занял и все, теперь его нет. Я максимум вспомнил 40 дней или год. А это хочу еще жить. Как говорится, я еще молодой, еще вся жизнь впереди. Дороже твоего спорта для тебя это? Это здоровье и моя семья. Все, мне уже остальное ничего не волнует. Я уже на себе почувствовал вкус чемпионства, понимаешь? Допустим, я не болею звездной болезнью, я никого не критикую. Я никого там не хаю за пределами сцены, за сценой. Или вообще-то в жизни, да? Я по анатолии не такой человек. Хотя я могу похвастаться за то, что, допустим, я стал, допустим, трехкратным абсолютным чемпионом, допустим. Или я выступал на азиатских чемпионатах, на чемпионате в мире, допустим. Я проездил 8 стран мира, понимаешь? Но ни разу я не хвастался этим. Есть такие люди, которые, допустим, занимают в своей категории второе место, допустим. Или там третье место, или там первое место. С ними невозможно разговаривать, понимаешь? Если бы они сейчас были бы на моем месте, они бы, наверное, прыгали в отчасти. Для меня это норма, я уже привык. И последний вопрос. Если бы твой сын выбрал бы именно этот вид спорт, бодибилдинг, да, и стал пользоваться фармакологией, что бы ты ему сказал? Я бы не позволил ему. Причина, просто понимаешь, то, что мы делаем, мы это делаем с закрытыми глазами. Хотя мы знаем то, что это, однажды, может быть, это даст о себе знать, понимаешь? Несчастье. Может быть, там через 5 лет, может быть, через 10, может быть, через 20 лет. Дай бог, если доживем, то по-любому оно свое даст знать. Ну, про вред мы все знаем это. Все атлеты знают, но они по-любому делают, потому что без этого никак. А сыну я бы не разрешал это иметь. У меня все. Спасибо. Удачи.